Мы хотели, знаете, братья, чтобы это не было, какой-то урок, потому что урок нужно брать ручку, тетрадку, записывать, изучать и так далее. То есть такое сейчас время, как дикр Аллахи Та'али. Каскоп Рогу Мухаммаду, саллаху алейкум, айяму ташрика, айяму аклим и щурмим в дикр Аллахи Та'али. Дни ташрика, вот эти дни ташрика, это дни поминания Аллаха, это дни питья и еды. Поэтому мы хотели, чтобы каждый по 10, по 15 выступил, напомнил нам об Аллахе, чтобы наши сердца заполнились иманом, подзарядиться, чтобы было из-за этого блага. Да примет Аллах от нас и от вас, дорогие братья. Пусть Аллах дарует нам всем хадж мабрур, ту самую степень, которую посланник Аллаха, саллиллаху алейкум, сказал праведный хадж, праведный хадж, который у Аллаха праведный. Пусть Аллах сделает для нас этот хадж праведным, хадж мабрур. Посланник Аллаха, саллиллаху алейкум, выполнил эти обряды, вышел из положения храма, затем направился на Мина, выполняя приказ Аллаха, где Аллах, субхану ата'аля, сказал Поминайте Аллаха в шито неизвестные дни, именно вот эти ночи, вот эти дни. Выполняя этот приказ, посланник Аллах, саллиллаху алейкум, направился в Мина и переночевал там, и поминал Аллаха, читал такбир, и читал дикр. Аллах сказал, Тот, кто проведет два дня на Мина, на него нет греха, и тот, кто проведет три дня, Тот, кто проведет три дня так же, для тех, кто богобоязнен, для тех, кто богобоязнен, дорогие братья. Аллах говорит, в конце этих аятов, в конце этих приказов, Аллах упоминает про богобоязненность. Дорогие братья, Аллах, когда сказал, Аллаху не достанется от этих жертвоприношений, ни их кровь, ни их мясо, но Аллаху достанется от вас богобоязненность. Вот что Аллах от нас хочет, вот с чего Аллах от нас ждет, вот с чего Аллах говорит, что Аллаху достанется. Представьте, какая это честь, в эти обряды, в эти дни, в эти положения, то, что Аллаху что-то от нас достается, мясо и кровь достается беднякам. Вот это Аллаху не достается, но Аллаху достается богобоязненность от сердец. Аллах в конце этих аятов тоже сказал, когда приказал поминать Аллаха в дна, Аллах сказал, лима не так, а для того, кто богобоязнен. Аллах этим нас учит, Аллах хочет, чтобы на Арафате в жаркий день, все, миллионы, ни восьмой день, ни в десятий день, именно в девятий день, именно сегодня, чтобы мы пошли кинули джамарати. Вот эта дисциплина, как бы тяжело не было, как бы тяжело не было, как бы тяжело не было человеку сюда попасть, как бы тяжело ему не было туда добираться, как бы это все не было испытанием, Аллах хочет именно таким образом, как Аллах приказал, как посланник Аллаха нам показал, чтобы мы это совершили и посредством этого мы пришли к богобоязненности. Аллах смотрит на то, что в сердце, дорогие братья. Этим напоминаю себе и вам, дорогие братья, чтобы мы поминанием Аллаха здесь занимались. Мы здесь выполняем приказы Аллаха. Пусть Аллах примет от нас и от вас, дорогие братья. Сейчас наш шейх Асхад даст нам напоминание, даст нам пояснение. И пусть Аллах сделает для нас пользу. Затем другие шейхи, иншаллах, сделают напоминание. С Аллахом нерзукан ал-иман-нафим, иншаллах. С Аллахом нерзукан ал-иман-нафим, иншаллах. Ла-Иляха, Илла-Ллах, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Валиллахи Аль-Хамд. Вот с этими словами мы вернулись после как-то жеморад келли. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Вот это день, такбир. Аллах как сказал в сурате Албакара, «Вذкру Аллаха в ияме ма'дудат». А помните Аллаха в тщательные дни, как раз это ойям Мина. Как посланник Аллах сказал в хадисе, Вот эти дни, как раз день праздник, еще три дня. Это время кушать, пить и напоминание об Аллах. Это праздник для мусульманов. Но основа в этих днях это «Зикр». Аллах в Коране говорит «Вذкр, фаинна дзикра танфа'ун мумунин». Напоминай, ведь напоминание приводит в пользу верующим. Я первый раз, когда читали эти аяты, я в шоке просто был. Мне так показалось раньше, нуждаясь в напоминании, это тот, который не верующий. Или у него намаз не считает тот. Оказалось нет, верующий. Почему? Потому что Аллах в Коране говорит «Вذкр, инна фаатат дзикра». Да и напоминание для того есть только от нее. Когда я буду говорить, Аллах сказал, посланник Аллах сказал, от издеваясь и смеющего, тогда не надо напоминание тому. Аллах сказал в Коране в суратка, в последний аят «Вذкр, бил Куран, мэн яхав ваид». Напоминание же Кораном того, который боится. Боится Аллаха, боится судного дня. То есть, вот поэтому мы нуждаемся в дзикра, братья. Мы нуждаемся в дзикра, именно в дзикрах. Цель, вот в Айям Ташриф, цель в дзикрах, в меня это адзикра. Я замечаю себя и всех, кушаем утром, идем. Мало кто напоминает Аллах, субхану и ва таалу. Вот только что начали об этом говорить. Поэтому, братья, не теряйтесь. Основа в этой хаджи, основа в дзикрах, это адзикра. Напоминает об Аллах, субхану и ва таалу. И как раз именно токмиром. И как считал шейх Аддаду, он говорит, от дзикра, состояние людей, насчет напоминания Аллаха, в четырех случаях. Четыре случая. Одни из них, самые худшие. Аааа. Кокам Лафсо, в Коран Габарит. Каням Хمرуми в Самфер. Кейм? Каням Хمرуми в Самфер, в Коран, маза Акад. Ааа. Каням Хمرуми в Самфер, феррр. В общем, первое, напоминание, это мужчин, многобочники, когда дают им напоминание, они уходят, убежают от нее, подобно того, как лошадь или верблюд видят льв, он от нее убегает. Когда начинают сделать напоминание, они уходят, это многобочники. Второй вид, это лицемирие, мунафикин. Аллах в Коране говорит, в сурате Мухаммад, Мадакала Анифа. Представьте, посланник Аллах дает назидание, дает знания, и лицемиры съедят, и потом говорят, эй, что он сказал недавно? То есть он говорит, они даже не хотят его слушать. Это знак лицемирия. Второй случай, а третий случай, те люди, которые слушают, именно от того, которое они хотят. Не у всех слушают. Это подобно, как Аллах сказал, у Феррауна. Лаалля наттабауу сахарат, инкану хум, алгалибин. Вот в ремсаху говорит, пойдем послушаем калдуни, если они прави. А если не прави, понимаете, есть такой. То есть я его слушаю, потому что он субъя страны. Мы снимем земли, как его буду слушать, но это вонит. Или я буду слушать, потому что мы снимем с одной партии, там, или как это. То есть не вся напоминания. Это то самое таки. Четвертый самый хороший, те, которые напоминания, и которые напоминания, и которые напоминания, они следят за ней лучшим. И следят во ذекра. А с Аллах, начальни, и я прошу Аллах, чтобы делал меня и вас с них. Поэтому, братья, тело человека состоит из трех вещей. Это разум, тело и дух. Для каждой части из этих вещей есть свое питание. Для разума это надо знание, чтобы человек читает много. Для тела, для еда, надо спорт, жениться. А для духа это как раз напоминание. Зекр, сала, намаз, урран. И самый главный в этих трех частей это дух. Рух. Это дух от Аллаха. Понимаете, сами ценны. После смерти отила вся исчезает, и разум остается только дух. Почему? Вот смотрите, например, вот не мусульман, например, он здоровый как шкаф. Умный читает книги, но идет самоубийство. Потому что у него дух пустой. А найдешь наоборот, как наши сахабы. Муж худой, такой маленький, но у него дух такой. Или как Алка-Ака. Алка-Ака, он как тысяча воинов. Дух у него сильный. Почему? Потом же напоминаем нам Аллах. Есть декр, есть Куран. Есть, понимаете, Байдон такой дух. Самый главный. Например, чтобы работать над своим духом, как раз такое время надо, мы должны начать с напоминания об Аллаха. Даже если нет уроков, нет лекции. Сиди просто Аллаху, Акбар, Аллаху, Акбар, Аллаху. Неужели это трудно? Сколько мы тратим время в таких местах, священные места этот, в территории Аль-Харама, в шахар Аль-Харама, в запретный месяц, в запретный город, в пустую. У нас осталось два дня. Поэтому максимум, иншаллах, будем делать напоминания, будем сами себе делать декр Аллах. Это то, что я хотел сказать. Акбар Аль-Харама, Аллах, Аллах и Аллах. Акбар Аль-Харама, Аллах и Аллах. хотелось бы продолжить тему упоминания Аллаха и богобоязненности наш брат халит сказал то есть для тех которые были богобоязнены то есть те которые остаются не не два дня здесь остаются да а три дня это те которые богобоязнены и вот результатом нашего поклонения должно быть богобоязненность результатом нашего отжа должно быть богобоязненность мы должны стать более богобоязнены что такого богобоязненность богобоязненность это подчинение аллаху выполняя его обязательства которые он нам винил и interanic сторониться его запретов это есть богобоязненность Аллах Субхану Ва Та'ала в Коране говорит Хадж был предписан в определенные месяцы И те, которые намереваются совершить этот хадж То пусть не приближаются к жене, то есть не имеют близость с ней То пусть не совершают грехи и пусть даже не спорят Вот шейх Абдуразак Аль-Бадр, трактуя этот аят, говорит касательно оставления грехов Он говорит то, что если мы хотим, чтобы Аллах Субхану Ва Та'ала принял наш хадж И даровал за нее ту награду, о которой говорил То мы должны оставлять грехи не только во время хаджа Мы должны приезжать сюда с намерением, что мы оставим навсегда те грехи, которые совершали в прошлой жизни Вот каждый из нас, приехав сюда, оставил какие-то грехи Сестры ходили некоторые непокрытые, братья, кто-то какие-то грехи также совершал А здесь, находясь в таком обществе, где мы живем вокруг братьев Находясь в таком обществе, где только и поклоняется Аллаху Мы, аль-хамду лилля, оставляем эти грехи И вот шейх Абдуразак Аль-Бадр говорит Если мы имеем намерение вернуться к тем грехам после хаджа То мы не попадаем под этот аят Поэтому если мы хотим получить ту награду, которую обещал Аллах Субхану Ва Та'Аля Мы не только должны оставлять грехи во время хаджа Мы должны иметь твердое намерение больше не возвращаться к этим грехам И вот тогда мы получим ту награду, которую обещал Аллах Субхану Ва Та'Аля А результатом нашего поклонения должна быть богобоязненность Аллах Субхану Ва Та'Аля про наши поклонения, которые нам вменил в обязанность Постоянно говорил о том, что они должны нас остерегать от грехов Призывать к богобоязненности Аллах говорит, что предостерегает человека от совершения мерзости и предусыдительного То есть от совершения грехов Аллах говорит, что вам был предписан пост, как был предписан народом до вас Быть может, вы станете более богобоязненны Также и про хадж Аллах Субхану Ва Та'Аля говорит И готовьте свои предпасы И самое лучшее, что вы можете запастись Это богобоязненность Бойтесь Аллаха, говорит О, разумные люди Поэтому наше поклонение, которое мы совершаем Ахадж, это такое поклонение, которое мы обязаны совершить один раз в своей жизни Результатом должно быть богобоязненность А как я сказал, богобоязненность это выполнение обязанностей перед Аллах И оставление его грехов По возвращению домой мы должны отказаться от тех грехов, которые совершали до этого И поэтому у богобоязненности также есть свои определенные плоды У богобоязненности есть плоды И хотелось бы рассказать один хадис В котором как раз таки рассказывается Мы видим результаты богобоязненности Этот хадис приводит нафи' Рахимахуллах Радия Аллаху Акму Он рассказывает про его сына Абдулла ибн Умар Известный сподвижник Известный ученый ислама Передатчик множества хадисов Он рассказывает, что однажды он с Абдуллой ибн Умаром То есть нафи' Передатчик этого хадиса С Абдуллой ибн Умаром И его сподвижниками были в пригороде Медины Находились в пригороде Медины И в один момент В один момент они разложились, чтобы принять пищу В этот момент мимо них проходил один пастух Который поприветствовал их Абдулла ибн Умар Ответил ему на его приветствие И пригласил за свой стол Но этот пастух отказался И сказал причину своего отказа Он сказал Я говорит, пащусь Абдулла ибн Умар удивляется Человек постится Не был месяц Рамадан То есть постится в обычные дни Он говорит Хорошо говорит Давай говорит Мы выкупим у тебя одну овцу Зарежем ее И накормим тебя из этой овцы И тогда этот пастух говорит Чуточку этот момент забыл То есть Абдулла ибн Умар Когда удивился его поступку То, что в этот жаркий, знойный день Он еще и постится На что этот пастух сказал Таким образом Я коротаю свои свободные дни Пастух, работая пастухом Под жаркий, знойный день Коротает свои свободные дни Желательным поклонением В виде поста Абдулла ибн Умар Предлагает ему Выкупить у него овцу Зарезать еще и накормить И что отвечает этот пастух Он говорит, что эти овцы Принадлежат не мне Они принадлежат моему хозяину То есть этот пастух Был еще и рабом То есть как эти овцы Так и он Принадлежали одному хозяину И естественно он не мог продать Чужое имущество Абдулла ибн Умар Удивляется еще сильнее Богобоязненности Этого пастуха Этого раба И решает его проверить И говорит А что тебе мешает Сказать хозяину Этого пастуха Хозяину Своему хозяину Что эту овцу съел Волк А мы бы выкупили У тебя эту овцу Заплатили бы за нее И еще бы накормили бы Дали бы мясо из этой овцы И посмотрите Что делает этот пастух Пастух не отвечает Ни слова Разворачивается Поднимает палец К нему говорит Фаэйн Аллах Фаэйн Аллах Фаэйн Аллах Трижды повторяет себе И говорит А где же Аллах? Где же Аллах? Где же Аллах в этот момент? Вот что такое Напоминание Вот что такое Поминание Аллаха Когда тебе предлагают Что-то запретное Ты вспоминаешь что? Ты вспоминаешь Аллаха Субхану Ва Та'Аля Который постоянно Наблюдает за тобой От которого Ничего не скроется Ты напоминаешь себе Говоришь А где же Аллах В этот момент? А где же Аллах В этот момент? А где же Аллах В этот момент? И он удаляется Посмотрите Обычный пастух Обычный раб Какой урок Дает великому Ученому Ислама Передачу Огромного Количества Хадисов Абдулла Ибн Умар Вплоть до того Как вернулся В Медину Постоянно Повторял Шел и повторял И говорил себе А где же Аллах? А где же Аллах? Какое напоминание Он себе взял От этого пастуха? Когда он возвращается В Медину Отправляет своих людей Найти этого пастуха Найти его хозяина Выкупить Этого пастуха И выкупить Всех Этих овец И что делает Абдулла Ибн Умар Освобождает Этого пастуха И дарит Всех Этих овец Этому пастуху Вот какова Цена была Этого пастуха Как вы думаете? Человек Который имеет Своё имущество Вот мы имеем Свою машину И к нам Мы не собираемся Её продавать К нам приходит человек И говорит Я хочу купить У тебя Эту машину За какую цену Мы её продадим Конечно же Мы её не будем Дёшево продавать Но несмотря на это Абдулла Ибн Умар Выкупает Этого пастуха И дарит Всех Этих овец Посмотрите Какие Прекрасные Плоды Богобоязненности Человек Отказался От одной овцы Алла Субхану Ва Тааля Даровал ему Что? Даровал ему Самое желанное А это Свободу Самое желанное Это Свободу даровал И даровал Не просто Овцу А целое Стадо овец Алла Субхану Ва Тааля В Коране Говорит Ва Мэйят Такиллаха Яджаал Лху Махраджа Ва Ярзук Мин Хайфу Ла Яхтаси А тот Кто боится Аллаха Аллах Дарует ему Выход Из любого Положения И дарует ему Пропитание Оттуда Откуда он Сам Не ожидает Посмотрите Какой прекрасный Хадис В подтверждении Этого аята Тот Кто боится Аллаха Аллах Дарует ему Выход Из любого Положения Каков Был выход Из его Затруднительного Положения Для этого Пастуха Это была Его свобода И дарует ему Пропитание Оттуда Откуда Он сам Не ожидает Благодарю Всевышнего На самом На самом Деле Основные Дни Основные Обряды Которые Были На нас Мы По милости Аллаха Выполнили За что Мы Восхваляем Аллаха И просим Его Принять От нас Наши Поклонения Усердия Хочу Сказать Дорогие Братья Что Люблю Всех Ради Аллаха Не по Настанальному Признаку Не по Состоянию Не по Статусу А по Причине Вашей веры По причине Вашего Имана По причине Вашего Терпения И стойкости Которую Проявляете В обрядах Которые Мы Все Вместе Проходим Вот Это Любовь Нас Объединяет Любовь Ради Аллаха И это Из основ Нашей Религии Чтобы мы Любили Ради Аллаха И так же Проявляли Ненависть Неверующим Ради Всевышнего Аллаха То На чем Строится Наше Братство Дорогие Братья Я бы Хотел Добавить К словам Сказанным Нашими Братьями Так же Чтобы Поразмышляли Над аятами Несколько Аятов Прочитать Из Суры Аллах Всевышний Аллах Сказал Поистине Преуспел Тот Кто Очистился Поистине Преуспел Тот Кто Очистился Говорит Всевышний Аллах Обратите Внимание Аллах Не говорит Преуспел Тот Кто Приобрел Больше Всех Имущества Преуспел Тот Кто Больше Всех Женился Тот У кого Больше Детей И так Далее Нет Аллах Говорит Поистине Преуспел Тот Кто Очистился Вот Это Настоящее Преуспение Дорогие Братья И все Эти Обряды Хаджа Все Что Мы Сейчас С вами Проходим Это Именно Для Этого Братья Быть Может Вы Будете Богобоязнен Для Этого Братья Не Для Того Чтобы Приближались Вот Это Главная Цель Вот Это У нас Всегда Должно Быть Наших Намерения Что Мы Сюда Прибыли Чтобы Стать Лучше Чтобы Очиститься Чтобы Приблизиться К Всевышнему Аллаху Большинство Из нас Мы Привыкли К Комфортной Жизни К Роскоши Но Вот Эти Все Этапы Которые Мы Сейчас С вами Проходим Которые Уже Прошли Арафа Приземлить Нас Приземлить Чуть Нас Чтобы Воспитать Нас Для Этого Сделано Это Все Братья Аллах По Своей Мудрости Узаконил Эти Виды Поклонений Для Нас Жив Благо Поэтому Если Вы Делаете Добро Вы Делаете Добро Для Себя Это Для Нас Все Братья Все Это Что Мы Проходим Если Мы Сделаем Правильное Намерение И Соответственно Путем Посланника Аллаха Будем Выполнять Мы Это Найдем У Аллаха Дорогие Братья В виде Великого Воздаяния В виде Великой Награды В виде Рая Братья Поэтому Вот Это Всегда Держите В уме Это Для Меня Я В этом Нуждаюсь Я Должен Терпеть И Ради Аллаха Проходить Рай Он Недешевый Братья Цена Рая Дорогая Это Сунна Аллаха На земле Если Ты Хочешь Рай Аллаха Если Ты Хочешь Высоких Степеней Ты Должен Пройти Через Эти Испытания Как Прошли Посланники Которые Были Прежде Пророка Как И наш Пророк Мухаммад Через Что Только Не Прошел Так И Верующие До Сунна Аллаха На земле Это То Чтобы Мы Проходили Через Эти Трудности И Испытания Причины Очищения Души Поистине Преуспел Тот Кто Очистился Каким Образом Какими Причинами Поминал Имя Своего Господа И Совершал Молитву Вот Все Что Сейчас Мы Делаем То Что Мы Проходили Проходим Там Везде Зикр Везде Поминание Аллаха Аллаху Акбар Аллаху Возвеличиваешь Аллаха Лябайк Аллаху Малябайк То Что До Говорит Вот Мы Перед Тобой Аллах Куран Говорит Велит Нам Поминайте Аллах Для Того Чтобы Мы Очистились Братья Для Того Чтобы Мы Ближе К Аллаху Стали Поэтому Не Делайте Это Какой-то Формальностью Ты Открыл Книжку Прочел Сам Не Понял Что Ты Проедешь А Через Сердце Это Пропускай Вот Тогда Очистится Твое Сердце Вот Он Не Преклоняется Перед Своим Господом И Может Говорит Я К Этому Не Пришел Как Ты Придешь Если Ты Не Делаешь Этого На Стус Здесь Надо Асхат Это Для Тебя Еще Не 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 Небольшая Пауза Получилась О чем Останется Совершал Молитву Поэтому Совершение Молитвы И Как мы знаем Что Посланник Аллах Многочисленных Хадисов Указал Что Молитва Это Великий Стоп Ислама Без Которого Не Может Быть У Человек Религии И Сподвижники Были Единогласны О том Кто Оставил Осознанно Меры Что Он Не 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 Сознанно Религии Суть В том Что Намаз Как Обязательный Так И Желательный Нас Очищает Очищает Удерживает От Преосудительных Поступков И Мы будем очищаться Дорогие Братья Дальше Что Но Нет Обратите Внимание Братья Но Нет Вы Любите Мирскую Жизнь Вот Любовь К Мирской Жизни Вас Удерживает От Очищения Вот Эта Любовь К Этому Дунья И Все Что Оно Себе Содержит Из Украшений Из Украшений Дунья Она Вас Удерживает От Очищения Она Удерживает От Поминания Аллаха Осознанностью Она Вас Удерживает От Поклонения Всевышнему Аллаху Любовь К этой Мирской Жизни Она Становится Преградой И Препятствием К тому Чтобы Вы Очищались И Приближались К Всевышнему Аллаху Поэтому Обратите На это Внимание Братья Обратите Внимание Может быть Ты Внешне Делаешь Дела Но У Тебя В Сердце Только Дунья И Больше Ничего Нет Этот Если В твоем Сердце Не будет Ахира А будет Только Лишь Дунья Ты Так И Останешься В своем Чёрстом Положении В котором Ты Находишься Обрати На это Внимание Дорогой Брат Мы Должны Пересмотреть Пересмотреть Свою Жизнь Пересмотреть Приоритеты Которые Мы ставим В жизни Для этого Были Узаконены Эти Виды Поклонения Чтобы Мы Проснулись А разве Не так Находясь Здесь Я думаю Практически Все Мы Понимаем Что Субхан Аллах Сколько У меня Упущений Сколько У меня Недостатков Много Над чем Работать Есть По отношению Книги Аллаха По отношению К Сунни Пророка По отношению Изучения Шариатских Знаний Упущения Есть Нужно Работать Для этого Были Предписаны Эти Виды Поклонения Чтобы Мы Стремились К лучшему К большему Бальту Фирун Аль Аль Дунья Даже Здесь Замечаю Братья Хотят Фетву Получить Что Брат Иди В гостинице Отдохни С женой Иди Искупать Нет Братья Такую Фетву Не дадим Вам Так Не бывает Субхан Ты для чего Сюда Прибыл Ты прибыл Что Здесь Это Курорт Вот здесь Будь Брат Вот здесь Ночуй Хоть тебе Палатки Может быть Чуть Тесно Может быть Кондиционер Не так Работать Как нам Хотелось Будь Брат Все Есть Поэтому Воспитывай Себя Есть Братья Которые К сожалению Сейчас Они Вернулись В гостинице Может быть Есть Узер Хорошо О них Подумаем Но Ты Брат Который Слышишь Это Как бы Тебе Нафс Не Говорил Может Я Верну Барашку Порежу Нет Здесь Терпи И Ты Большую Награду Получишь Это Считанные Дни Потом Дома Отдыхай Нашего же Блага Это Бальтуфирон Альхаята Дуния Валь Ахирату Хайру Ва Однако Жизнь вечная Жизнь последняя Которую Мы все вернемся Которую Нас всех Ожидает Без исключения Она Лучше И дольше Аллах Нам это Говорит Аллах Нас К этому Готовит Аллах Нас Предупреждает Знаете Как бы Здесь Не было Много Услан Много У вас Комфорта Знаете Что Жизнь Вечная Она Лучше Потому что Она Как мы знаем Такая С которой Не сравнится Мирская жизнь Она Полная Полноценная Где нет Болезней Где нет Слабости Где нет Предательства Где нет Зависти Где нет Высокомерия Она Лучше То есть Украсами И наградами Которые Может быть Даже Не пришли Нам на ум Такие Награды Ожидает Верующего Роба Поэтому Она Лучше И она Дольше Она Не заканчивается Это Мирская Завтра Мы заболеем Сегодня Мы имеем Имущество Завтра Может стать Банкротами И так далее Но жизнь Вечная Она Лучше И дольше Она Не заканчивается Она Вечная Вот к ней Готовьтесь Говорит Всевышний Аллах Вот к ней Стремитесь Ради Нее Старайтесь Ради Нее Терпите Обитатели Это Воздаяние Им За то Что Они Терпели Они Будут Довольны Своими Стараниями Вот эти Все Старания Представишь Перед Аллахом Ты не будешь Жалять Ты скажешь Альхамдулиля Что я терпел Альхамдулиля Что все это Я прошел Мозоли есть Там я не знаю Все натерлось Но ты будешь Говорить Хвала Аллаху За это будешь Говорить Хвала Аллаху Не за то Что у тебя Еще один нолик Твоему капиталу Прибавился А за то Что ты ради Аллаха Делал За то Что ты ради Аллаха Терпел Поэтому Вот на это Акцентируйте Своё внимание Братья Пересмотреть Необходимо Нашли Приоритеты В нашей жизни Поистине Весть Об этом Которое Содержится В этой суре О том Что жизнь Последняя Лучше И долговечнее Что Кто-то Преуспел Кто-то Очистился И как Ученые говорят Вся эта сура Она содержится В свитках Первых пророков В свитках Ибрагима И Мусы Поэтому Дорогие братья В этом назидание Для всех нас То Что мы Размышляли Над этими аятами Взяли эти причины Для того Чтобы очиститься Для того Чтобы приблизиться К Всевышнему Аллаху Аззаваджаль И просим Аллаха Чтобы все Что мы делаем Чтобы мы нашли На весах Своих благих деяний Судный день Просим Аллаха Чтобы мы Чтобы простил нас За наши грехи И упущения За наши недостатки Чтобы исправил нас После хаджа Сделал лучше Чтобы умертвил нас Благим концом И собрал нас В вечных садах рая Вместе с нашими Родителями Вместе с нашими Родными и близкими Вместе с посланником Аллаха Саллаху И его с подвижником Без расчета и наказания Ваджизаку муахеран Ваджизаку муахеран Опять мы нырнем В океан Это мирской жизни Вот как сказал Шейх Продолжая его тему Окунемся в мирское И начнется Опять у нас Такая земная Мирская суета Джамат Но Мы должны понимать То что даже Находя здесь Вот сто процентов Подтверждает слова Шейха То что даже здесь Сегодня Подходили там Некоторые люди Тоже говорят А вот если вот Мы сейчас вернемся В отель Мы готовы там Барашку зарезать Там и так далее Субханна Но мы не для этого Сюда приехали Чтобы возвращаться в отель То есть мы не хотим Сегодня выходить Из зоны комфорта А Всевышний Аллаху Субханна Да спускает нас сюда Да И сначала Вот мы В палач Сначала в пятизвездочном отеле Потом В палачном городе Потом В Арафат Потом еще хуже Муздалиф Потом Всевышний Опять нас поднимает После Муздалифа Опять Да В Мина В палачном городе Потом опять Пятизвездочный отель Но мы сразу хотим Оттуда сразу Опять прыгнуть туда наверх Так не бывает Джамма Как сказал посланник Николай По поводу Вот этого мирской жизни Он сказал Вот эта мирская жизнь Это как Окуните Вот представьте океан Который без границ Субханна Окуните палец Палец свой Вот да В океан И обратно выньте Вот то что у вас останется Это мокрый палец Это мирская жизнь Не меняйте Вот этот мокрый палец На океан Субханна Не меняйте его Я понимаю что мы все хотим Быть счастливыми Успешными Да Мы в мирском Стараемся преуспеть И Но У нас к сожалению Сегодня Вот Касаясь мирского К сожалению У нас Не совсем правильное Предположение По поводу того Какой должен быть успешный Человек А какой нет В мирском Вот если я сейчас вам скажу Вот мы сейчас сядем Все в один автобус И мы поедем И мы приезжать будем Мимо крутого Большого особняка И будет И в этот особняк Остановится крутой На какой-то крутой машине Человек Вы Двестатный Подтянутый В красивом пиджаке И будет заходить Я вас спрошу У всех У мусульман Как вы думаете Он успешный человек И все мы скажем Да он успешный Будем проезжать Если дальше На этом же автобусе Если будете Мы увидим человека Который лежит На картонной бумажке Мы спросим Как вы думаете Он успешный Скажешь себе Нет он не успешный Но Джиман Смотрите Давайте вспомним Ферауна У него был Самый красивый дворец На тот момент Если я сейчас У вас всех мусульман Спрошу Как вы думаете У него было все Как вы думаете Он был успешным Всем в один голос Скажем Нет Ферауна Он не был успешным Он проклятый Как назидание До судного дня Лежит сейчас В музее В Англии Если не ошибаюсь Как назидание Будущим поколением То есть Про первого человека Мы говорим Что он успешный А когда говорил Про Ферауна Нет Но он еще круче Был чем этот Мы говорим Нет он не успешный И вспомните Ибрахима Которого выгнали Из дома Он тоже был бездомным Ибрахима Успешный ли он Он самый успешный Из всех из нас Который был Из всех людей Вообще Из-за этого Пусть Всевышний Аллаху Не даст нам Обмануться В этой мирской жизни Я понимаю Хач закончится День-два Мы вернемся В свои дома Но когда мы окунемся Вот в эту мирскую жизнь Не забывайте Что все В первую очередь Все-таки Для чего мы сюда пришли Потому что сейчас Говорили наши шейхи О богобоязненности О зикаре О мирской жизни Пусть Всевышний Аллаху Субханаму Даст нам Пусть Всевышний Аллах Даст нам Измениться После этого хаджа В лучшую сторону Жазаку Муал Хари Субханаму Сегодня мы Наверное Самые Счастливые Люди То что Находимся В такие Дни В самых Лучших Местах Если посмотреть На земле Там Миллиард Мусульман И какое Количество Только собирается Здесь По отношению К ним И Аллах Субханам Аталя Если посмотреть Со времен Ибрагима До сегодняшнего дня Какое количество Посетило Здесь Эти места И среди Этих людей Всевышний Аллах Субханам Аталя Пожелал То что Каждый Из нас Окажется Здесь Аллах Субханам Аталя Избрал Из этого Огромного Количества И решил Чтобы Вот такой Такой Человек Добрался Здесь Совершил Обряд И Аллах Субханам Аталя По своей Милости Сделал Нас Даровал Нам Такую Милость Такое Счастье Которое Человек До конца Не осознает Осознает Только Тогда Когда Он Встретит Свой Хисап Встретит Свой Расчет И Вот Как раз Вот Об этом Когда Сегодня Мы шли На Джамарат Мы Идем Говорим Тальбия Лабейк Аллах Малабейк То есть Говорим Все наши Ибадаты Все наше Единобожие Все наше Направление Это Всевышний Аллах Субханам Аталя Бросаем Ко мне И говорим Аллах Акбар Аллах Акбар Аллах Велик Над каждой Вещей Аллах Субханам Аталя Велик Над каждым Каждой Проблемой Заботой Каждым Устремлением Аллах Акбар Мы пришли Вот Для этого Чтобы утвердить То что Аллах Субханам Аталя Он важнее Всего Аллах Субханам Аталя То что Приказал Это Важнее Всего И возвращаясь Мы видим Вот сегодня Тоже видели Лежит Один человек Накрыт Там И рядом Стоит машина Накрыт Маута То есть Холодильник Для перевозки Умерших Дальше Еще один человек Лежит Накрытый То есть Этот человек Он так же шел Так же Его хисап Его деяния Они каждый день Начислялись Начислялись И Бимаути Игинката Амалубну адам То есть Когда человек умирает Его хисап Закрывается Его счет Закрывается И Аллах Субхану Аталия В Коране Говорит И поклоняйся Аллаху Пока не придет К тебе Якин Назвал его Уверенность То есть То что В чем нет Сомнения Это смерть Каждому Из нас придет И Когда человек Совершил Какие-то Деяния Ради Всевышнего Аллаха Субхану Аталия И это Деяния Великие Как хач Есть возможность Это совершить Это То Что он Когда встретит Всевышний Аллах Субхану Аталия Всевышний Об этом Описывает В Коране Описывает Категории Описывает Категории Людей Когда Когда Телефон Наверное Там Когда Что там Одна Одна из Категорий Людей Получит Книгу С правой Стороны И он От радости Будет кричать Вот Почитайте Мою книгу Почитайте Он увидит То что Там Одно Благое То что Аллах Субхану Аталия Записал То что Он Сделал В какой-то момент Он отказался От Скажем так Вот Таких даже Элементарных вещей Пойти Поспать На мягкой кровати Пойти Поесть Там В хорошем ресторане Пойти Там Поспать Выспаться То есть Отказался В пользу Каких-то Неудобств И Как Говорится То есть Дорога Проложена Через сложности Определенные Трудности Которые Человек Должен Пройти А дорога В Чеханна То есть Она проходит Через Чехават Когда человек Поддается Страстям И сразу Встает Как на некие Рельсы Которые Ведут Его В Чеханна И суть Того То что Якин Вот это Смерть Она придет Каждому Из нас И Каждый День Мы Являемся Свидетелем Того То что Кого-то Из людей Постигает Эта смерть Кого-то Из людей Постигает Смерть Поэтому Что нужно Понимать Человек Собирает Запасы Для важного Дня Для важного Дня Встречи с Всевышним Аллахом И когда Всевышний Описывает Судный День Когда У людей Будут Спрашивать Сколько Вы прожили Мирской Жизни И человек Может Прожил 60 лет 70 лет Или сколько Но потом Тысячелетиями Он находится В могиле Тысячелетиями И когда Судный День У него Спросят Сколько Это в мирской Жизни Прожил Он скажет Мы прожили День Или часть Дня Для него Это окажется Таким Малым Малым Временным Отрезком То что Он даже Не будет Помнить Это Как День Или часть Дня Прошло И когда Человек Выбирает Вот этот Отрезок День Или часть Дня И Устремляется Вот К нему И оставляет Тысячелетия То есть Не тысячелетия А вечность В Ахирате То это То есть Грубо говоря Глупый Выбор Поэтому Каждый Из нас Должен Понимать Важность Аллах И так Нам дал Такую Милость То что Мы Из Количество Огромного Оказались Здесь И вот Чтобы Человек Вот Это Ощущал То есть Его Сердце Было Наполнено Благодарностью Всевышний Аллах То что Он Внес Его В список Тех Избранных Рабов Как Хаджи Только Совершает Хадж И кто Совершает Умру Они Делегация Они Избранные Люди он их позвал и они пришли и они просили его и он даровал им то, что они просили поэтому вот это самое важное быть благодарным Всевышним Аллаху то, что он дал такую возможность и понимать, что это некий момент, когда нужно набирать запасы очень много полезных слов было сказано и как говорят арабы лучшие слова, которые лаконичные, короткие но объемные по смыслу из имен Всевышнего Аллаха Субхану Хуата'аля Аль-Хаким что значит Аль-Хаким мудрый? Аллах Субхану Хуата'аля все делает по своей мудрости как в предопределении своих рабов так и в постановлениях шариата поэтому фукаха называют Аш-Шар-Аль-Хаким то есть мудрый Всевышний Аллах Субхану Хуата'аля который устанавливает положение шариата и шариат Всевышнего Аллаха Субхану Хуата'аля он совершенен посмотрим на положение связанное с ребятатом, с поклонениями мы видим то, что положение они все маслаха, махла в этом есть польза полная польза для рабов Всевышнего Аллаха Субхану Хуата'аля и нет в этом вреда для рабов также, если мы посмотрим фиаххам аль-муамалат взаимоотношения, которые есть между людьми то, что Аллах Субхану Хуата'аля установил такие положения которые идут на пользу людям и прерывают и останавливают все, что ведет к разногласиям к ненависти и прочим и как я уже сказал, то что Аллах Субхану Хуата'аля Хаким по своей мудрости именно сделал этот шариат эти постановления кодексом для жизни и давайте немного остановимся очень кратко потому что братьям уже упомянули эти моменты в чем мудрость хаджа зачем мы сюда приехали также я призываю братьев, чтобы вообще переосмыслили многие моменты когда мы читаем намаз что мы хотим этим самым какие цели, почему Аллах Субхану Хуата'аля вменил нам в обязанность, чтобы мы в 4 утра вставали и читали намаз какая цель от этого, что Аллах Субхану Хуата'аля хочет у нас посредством этого Аллах Субхану Хуата'аля отвечает на эти вопросы и эти мудрости, они заложены в науке макаса до шариа целый шариат Аллах Субхану Хуата'аля поясняет, допустим, молитва если человек выполняет молитву ложным образом то она защищает его от всего непристойного и плохого если мы посмотрим на мудрость поста Аллах Субхану Хуата'аля в завершении аятов посте говорит может вы будете богобоязнены приобретете богобоязненность так давайте очень кратко остановимся лишь на некоторых двух-трех моментах которые касаются макаса до хаджа, то есть цели почему Аллах Субхану Хуата'аля установил этот хадж что Аллах Субхану Хуата'аля хочет первое, нет сомнений, то что первая цель это Извина Божия Всевышняя Аллах Субхану Хуата'аля и это проявляется в очень многих моментах если мы посмотрим на аяты хаджа это одна страничка и две строчки всего лишь Аллах Субхану Хуата'аля вот на одной страничке буквально в трех местах упоминает как говорил брат Альдар богобоязнен богобоязнен, мне честно говоря не очень нравится перевод этого слова понятие слово то есть это выкае когда человек делает преграду преграду между ним и наказанием Всевышнего Аллах Субхану Хуата'аля как это делается двумя путями либо ты выполняешь то, что Аллах Субхану Хуата'аля тебе приказал и в то же время оставляешь то, что Аллах Субхану Хуата'аля тебе запретил это и есть тахуа это и есть богобоязнен так возвращаясь то есть первый максат это воплощение единобожия мы посмотрим если тальбия то что мы произносим мы тем самым выражаем это единобожие своими языками так что же было у неверующих мекких курашитов что они говорили они говорили то есть мы видим в чем отличие верующих единобожников от курашитов то что здесь у нас выражается единобожие мы воплощаем это единобожие в нашу жизнь и говорим и этот хадж и цель этого хаджа то что он приучает нас быть единобожниками и как говорил Пророк Саллаху в этом хадже не должно быть нет в этом хадже я делаю его перед тобой нет в нем показухи и нет в нем того чтобы люди говорили то что он хадж и так далее поэтому именно поэтому ласка торгать вот и мультика джи воля брата лилля завершаете хачки умру ради аллах спонтан если мы посмотрим ранее вас надо не говорит совершайте молитву раздела смотали или или не говорит поститесь ради вас мотали подчеркивает что касается хаджи умры лати мультика джи воля матриля потому что почему ученые когда говорили об этом из мудрости этого то что бывает то что заходит прият заходит показуха или люди посредством этого хаджа заходит им плохое намерение и портится их хочу поэтому из первых целей того что мы сюда приехали это то чтобы мы укрепили наши едино божие то что мы знали то что все в руках аллах субханаму то что польза и вред от 1 ласканаму то мы знали то что только ласканаму то ли достоин поклонение только ему мы поклоняемся только и у него мы просим только на него мы уповаем только его мы боимся и поэтому вас мотали в куране со слов ибрагима говорит ул-инна-салаты моя молитва носу ки мои обряды моя жизнь и моя смерть или принадлежит одному ласканаму то ли зачем подчеркивает ляши реки на подтверждение этому и нет у него со товарищи поэтому этот хач он приучает и усиливает наши едино божья просим аллах субханаму то ли чтобы он укрепил нас на пути едино божья также очень много целей хоть есть такие как например вкратце понимаем как брат говорил то что есть так валах то что мы повинуемся веление аллах субханаму то ли оставляем запретные также мы поминаем вас она мотали премного в течение этих обрядов подчиняемся приказывал османова то ли выполняем сумму пророка саллах саллим ничего мы не делаем кроме как с того что у нас на что у нас есть дали как сказал прошлого саллаху они манаси как делаем то что делал пророк и шаг за шагом делаем то что делал пророк это указывает на то что мы воспитываем себе именно следование за пророком салла саллим и это должно быть так же для нас стимулом во всех наших других поклонениях будь это намаз вт辺 по структуре то садах и закан так же как мы делаем шаг за шагом за пророком саллилуйс ален так же других видов поклонения мы должны тоже так же следовать за пророком сама вовремя и последнее наверное то что это напоминает нам а хера когда люди будут собраны и также как в В первый период хаджа или умра человек облачается в белые, так же и тот, кто умирает, заворачивается в белый саванн, предстает перед Аллахом Субханаму и Та'аля ни с чем, кроме как со своими деяниями, и не берет с собой ничего. Так же это напоминает нам о судном дне, когда Аллах Субханаму и Та'аля соберет первых и последних и воздаст каждому за их деяния. Это лишь некоторые из мудростей хаджа, и поэтому я призываю вас, дорогие братья, чтобы мы больше задумывались над положениями этого причистого шариата, над положениями молитвы, над положениями заката, над положениями поста, над положениями хаджа. Почему Аллах Субханаму и Та'аля это узаконил? Что Аллах Субханаму и Та'аля хочет от нас посредством этих ахкамов, этих положений? Прошу Аллах Субханаму и Та'аля, как Он собрал нас в этом собрании, чтобы он нас собрал и хвана на разуме мутакабилин братьями высших садах рая не устали вы братья мы альхамдуля целый день кушаем пьем разговариваем это все хорошо это мы одну суда выполняем а клюшер дни еды и питья а сейчас тут душевно духовно у нас пищи альхамдуля поэтому сейчас мы вот передадим славу чеха нет мы хотели перерывчик сделал чехом асхадом да так как люди устали позовем здесь есть один из талантливых можно сказать хороших чтецов мой двоюродный брат абдурахман он учится в мекке он хафиз курана у него и джази по-моему даже несколько и джаза у него дадим им мешало прочитать нам куран адык руль хаким а у зуби лэхи мина шейтони ржим бисмиллахи рахмани рахим позовем позги дом забыла помню земли оба оба если помню особа Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Потом идет арш, бахр, его сколько? 500 лет ходьбы. Умк, аль-бахр, хамс-мь-я-та-ан, глубина этого моря 500 лет ходьбы. Сумк, кули-сама, толщина каждого неба, хамс-мь-я-та-ан, 500 лет ходьбы. Представляете, вот эти все ангелы полностью, салал Аллаху алейхи салам сказал, нету расстояния на четырех пальцах, где бы не находился бы ангел, и не делал земной поклон Аллаху, субхану ате-ану. Как сказано, то, что пророк Мухаммад, салал Аллаху алейхи салам сказал, из них, кто делает земной поклон, из них, кто делает поясной поклон. То есть, мы можем, например, ходить с вами, делать земные и поясные поклоны, вы проявляться, ангелы нет, Аллах их так джибилля-то сотворил, кого-то в земном поклоны, кого-то в поясном поклоне. Постоянно восхваляет Аллаху, субхану ате-ану. И когда в судный день Аллаху, субхану ате-ану, скажет, поднимите свои взгляды, посмотрите на прекрасный, какой всевечный Аллах, на его величие, красоту, когда увидят Аллаху, все скажут, Он, наш Господь, должным образом мы тебе не поклонялись. Должным образом мы тебе не поклонялись. И вот, салалаллаху алейхи салам сказал, когда Аллах скажет, джибрилля алейхи салам, и ты его тоже любим, приказ Аллаха. Джибрилля алейхи салам, вот ко всем этим ангелам говорит, дай Аллах, чтобы это по отношению к нам сейчас было, брать мои. Я мала ассама, инна Аллаха, юхиббу фулан, фаахбабтуху, фаахиббу. О, обитатель небес. Аллах такого-то, такого-то полюбил. Аллах халида полюбил. Амин. Аллах, субхану ате-ану, решата полюбил. Каждый по имену, каждый из нас полюбил. Джибрилля алейхи салам говорит, я его тоже полюбил. И вы все любите его. Субхану алейхи салам, если мала ассама, все будут любить тебя. Что после этого тебя бояться? Как ты должен жить? Как ты должен радоваться? Это подарок от Аллаха, субхану ате-ану. И что мы должны любить? Смотрите, я почему этот хадис сейчас нам всем напоминаю, в первую очередь, в самом себе, чтобы связать с нашей сегодняшней ночевкой. Вот братья говорили про богобоязненность, про таква и так далее. И вот здесь вот, если мы любим то, что любит Аллах, его посланник, и это и есть ответ, то, что Аллах, субхану ате-ану, тебя любит. На этот далиль в Куране, вот в этом хадисе, в Куране, в сурате Али-Амран. Скажи, Мухаммад, если вы любите Аллаха, следуйте за мной, за кем? За Мухаммадом, саллаху алейхи салям. Мы сейчас что делаем здесь в Мина? Сегодня пророк, саллаху алейхи салям, ночевал в Мекке или в Мина? В Мина, саллаху алейхи салям. Ночевал сегодня в Мина. Здесь он ночевал, саллаху алейхи салям. Он любил это. Сегодня здесь ночевать лучше, чем сто раз того, а в делах, остаться там ночевать в Мике. Лучше здесь сегодня ночевать. Почему? Потому что, саллаху алейхи салям, показал нам. Значит, мы должны это любить. Не просто так, знаете, побыстрее бы закончился, переехать там в Фейермоон, там хорошо, или дзам-дзам. Не, мы должны любить здесь ночевать. Потому что, саллаху алейхи салям, любил это. Вот когда мы только когда это полюбим, и Аллах салям нас полюбит. нас полюбит и все ангелы нас полюбит поэтому смотрела вот уже если честно лучше уже болят брат а когда можно поехать подожди ты не успел приехать куда собрался 20 вылет москву давай свал по ночью давай хоть сделаем давай не будем хочу ломать один слушай там автобус уезжает там это давайте я барана можно же барана зарезать правильно можно штраф 200 долларов дам структа хорошо можешь можешь но не стесняешься перед аллахом салата и стесняешься взять 200 долларов хорошо я стучать не буду заплатил и все стесняйся аллах проксаломар если можно было услышать он тоже по зарезал баран и ушел поцу все бы всями на зарезали барана чего никого 200 долларов не что есть там можно и козочку купить за 100 долларов за 8 долларов сделали по всей ушли покидали но почему не делал потому что салона варисам это делал и мы с вами должны делать осталось счет завтра последний день и все потом уедем андуля то есть то есть уже сюда как мы будем скучать вот даже сейчас вот некоторые братья мне звонят из мекки говорят как мне теперь доехать все стоит если я не успею попадая на штраф и так далее спал этом она зачем уезжал лекции проводим уроки друг друга чай пьем машина хорошо же поэтому хочется на бороз ты какой хочешь сделать такой который делал порог салона валися нами для которой ты хочешь не бывает такое который ты хочешь бывает один от который любил салона варисами делал салона сиром поэтому прокурором салона варисам скотова они менясь и как уберите от меня свои ваши обряды от узнали фида кто-то на пять минут заехал сразу уехал как тут под открытом небе мы оставались наши грубые всегда поговорим мы здесь саджер будем считать почему потому что здесь аллах читал саджер здесь он начинал ночевал мы за ним следует мы не приехали сюда искать облечения мы приехали сюда выполнить вернуться домой чтобы у нас нашим в нашем журнале нашего наших дел аннулировать грехи были как новорожденными 10 не имеет без единого греха и дальше продолжали творить плагой каждый с таким намерением сюда приехал что случилось лавана про я не говорю про пожилых нет нет про к тех которые больные нет не про них я говорю про нас про здоровых мужчин у тебя ехать туда и там ночевать хочу здесь здесь же хоть еще не закончился то что мы сняли храм хочу еще не закончился еще хоть продолжается завтра день хаджи сегодня день хаджи поэтому что поэтому мы должны любить это не просто через не хочу делать на должны это любить это первый первую вещь о чем я хотел сказать чтобы в этом польза было сегодняшние обряды бросание камушек вернуться в истории откуда это пришло откуда эти так и пираты и связать с аятами не размышлять надо я там например касательно курана есть то серый куран есть тогда буртур а это буртур аномаспорт она нам говорит она не уж то люди не размышляют над кураном на их сердцах замки аллах субхану ва теаля что говорит говорит размышлять на пора на получается чем нужно она не сказал или их разум заблокировал нет или они не видят и слышит нет а что на сердцах замки значит над кураном мы должны размышлять чем сердцами дальше субхану ва теаля писал куран сказал то что куран аллах субхану ва теаля не спасал тоже на сердце на счет сердце сердце посланник аллаху саллаху алисарам поистине он куран из послания от господа миров первое что великий куран от великого аллаха господа миров на зале беру амин второе чтобы не спасать куран аллах избрал самого лучшего всех этих ангелов которому сказали джибраиля алисарам амин третье самому лучшему человеку мухаммаду саллаху алиху ассалям и на самый лучший орган человека на сердце твое сказал свечного санта она не сказал али аппарат али аппарат и такой на меня мудрин дабы ты был исчезла выщиватель и четвертый писали на воды и мубин на четком ясном арабском языке его куран размышляется сердцем и на сердце она не спослана я вас описывание верующих говорит на руку для я пилю на берем у них есть сердца которым они не размышляют для фонда я пилю не думают не размышляет чем сердцами и вот давайте теперь вот подумаем об этих двух аятах если и не сделаем некую такую параллель сегодняшний день джима вернемся в историю раме в джима это касается тадапу каждый из нас можно смешать над кураном не нужно каких-то знаний чтобы не размышлять над кураном но чтобы понимать то все должны быть знания то все равно чем отличается например например и поистине мы тебе дали что такое каусар каусар на при это все возвращаемся некоторых ученых говорят что это река в раю некоторые слова кафир много что-то идет хиля такие ученые так сказали такие ученые так сказали тут нужны знания чтобы размышлять над этим тогда просто не нужны и на пара каусар пути отдали много чего и ты начинаешь субханаллах немного дал разум аллах спотай дал мне религию надо мне детей дал мне имущество дал мне возможность сюда приехать единобожником то есть не нужны знания чтобы размышлять над кураном а чтобы понимать то все нужны знания поэтому каждый из нас может может размышлять два аята связано с ибрагимом алейсалям и с другим пророком духом алейсалям между ними проведем параллель и вернемся в историю откуда появилась раме в джима и откуда появилась откара который мы с вами сегодня говорим о том что говорили шейхи много поминать аллаху субхану ате аля как мира ибраим алейсалям вы знаете то что он долго просил ребенка в аллаху субхану ате аля и просил дуа подбега дали имена соли о мой господь даруй мне не просто ребенка каких праведных детей исправить 86 лет ему исполнилось его супруга тоже аджар смогла забеременеть и мы его обрадовали юноши халим добром мягким когда достигла возраста и примерно 89 лет ибраим алейсалям обращается к своему сыну иисмаилю говорит фаламма балага маусе япония болью она япония и не она филами они это баук санзур маза таро горд оси ночи то есть ласково и вот тут тоже я всегда говорю смотрите отношения между отцом и сыном вот этот аят указывает нам какое должно быть отношение между отцом и сыном кого-то есть амдуллах и дети сыновья бывает некоторых а датах есть какая-то субординации так далее понятно когда это где-то там прилюдно и тогда ну когда ты наедине остаешься сыном возьмем из курана какое должно быть отношение если посмотреть например на диалог между родителями детьми вы не на увидите в куране диалог между например мамой и сыном нету есть диалог между отцом и сыном ибраим алейсалям и смотрелся лукман со своим сыном ну алиссалям своим сыном и ибраим алиссалям говорит о сыночек я бы не ласковый уменьшитель на скотина и не арафик на нами они так то есть представьте только на секунду у кого есть дети 86 лет не было у человека детей у нас даровал ему восьмилетним девятилетнем возрасте интересно бывает сыном играть шутить правильно все единственный сын и аллах приказывает ему что приказать ему принести ему же опять же логи его испытывает что он больше любит аллах субхану ма тя'али то что любит аллах или то что он любит он любит всего сына аллах хочет сейчас чтобы он принес его жертву ему обращается отец я видел тебя сыночек я видел как аллах приказал мне те принцип тебя привести в жертву и после этого что посмотри как ты на это смотришь и здесь ученые могут говорят то что ибрагим алиссалям взял его за ухо подзатырник не дал пойдем я тебя принесу жертву нет общение между отцом и сыном должно быть вы должны общаться своими сыновьями своими детьми сам буран их мнение услышит тоже хоть он маленький чтобы он уже в свое мнение сказал ибрагиму алиссалям он какой аллах проду это сказал какой халим добрый у него есть добрый мягкий у него есть вот это в нем и он что отвечает своему отцу не побежал маме плакать куда ты меня ведешь убежал нет смотрите дружбу между отцом и сыном о сыночек отвечает папочка не отец с любовью говорит это указывает что они друг друга любят отец любит своего сына сын любит своего отца но однако на приказал он больше любит парень а вот и файл мать у мам папочка делай то что тебе приказан аллахом делай то что тебя нам приказал с этой дуни и мышь а у меня застанешь из терпеливых и здесь говорится то что когда он его повел вот в этих местах куда мы с вами сегодня шли кидать камни поэтому джамара в этот момент что когда он уже файл мать или джамин уже у него они оба он положил на бок чтобы резать в этот момент он говорит своему отцу покрепче завяжи меня покрепче меня завяжи потому что может брызнуть моя кровь на твою рубашку мама узнает то что ты меня зарезал и будет плакать будет меня переживать за меня ты самами думал тоже такой ребенок и когда он связал он начал резать нож не режет нож не режет и здесь джибраиль алейсалям с небес с бараном которая говорится в ревая так что что он был откормлен 40 лет в раю спускается стать биратами то что мы с вами была аллаху акбару лагу акбару лагу акбар у нас когда это увидел и про conheцелям обрадовался года до и лето и нового господа достойно поклонение кроме аллаха а великий смолились и мы увидите это аллаху акбар валили не ималов bells и хвана поэтому мы Мы произносим это трижды, был от Джибраиля, от Ибраима, от Исмаила, и в этот момент слышит голос Аллаха. Голос Аллаха, представляете, Аллах, ангел говорит, я, Ибраим, ты ответил, и был сыт, то есть в тебе была искренность, честность, ты подтвердил этот сон, ты не отвернулся, ты не подумал, что, да, ты так сильно любил своего ребенка, так долго просил его у меня, так долго ты это ждал, столько делал дуа, получил, ты его любишь, говоришь, сыночек мой, но ты меня больше любишь, ты больше любишь то, кто тебе дал подарок, нежели сам подарок. И после этого что, тут же Аллах, субхану ата'алий, говорит, Это было что? Испытанием. Я не хотел принести жертву человека, я не хотел принести жертву твоего сына, я хотел тебя проверить, любишь ли ты меня искренне, искренен ли ты со мной или нет, или просто на словах. Тут же Аллах, субхану ата'алий, испытал его, и что сказал, как Аллах, субхану ата'алий, называл его, Халил Аллах, Халил Аллах, Халил Аллах, Халил Рахман, приближенный друг Аллаха, субхану ата'алий, Ибрахим Алейс. Посмотрите, когда в этот момент шайтан его нашептал Исмаилу маленькому, тебя же идет отец, принц, зарезать, убить, он что, брал камушек, бисмил Аллаху Акбар, бисмил Аллаху Акбар, в шайтана кидает. То есть мы с вами, когда кидаем, некоторые бывают там большие камни берут, чтобы ему больнее было шайтану, некоторые даже бывают тапочки снимают, знаете, еще шайтан тапочки, не значит, что там в шайтан сидит, нет, мы повторяем то действие, которое делал Ибрахим Исмаил, алейсалям, монасик, берем вот эти монасик, и в тот же момент мы сами себя воспитаем, по жизни, сколько нам шайтан делает восьвось, мы должны так же его отталкивать, как только нам шайтан приукрашивает запретное, плохое, тут же должны, что, Аллах Субхану говорит, шайтане, а Иблисия, самым главным шайтане, поистине козни шайтана слабые, а Иблисия, а что уже других маленьких шайтанчиков, верующих на много семей этого. И после этого, смотрите, параллель возьму, и потом вернемся сюда, параллель, сын Нуха, ну, алейсалям, ну, ну, алейсалям, когда Аллах Субхану приказал ему построить ковчег, то, что будет, то, что будет конец, возьми своих, каждого верующего, попарные, животные и так далее, он посвал тоже своего сына, у Нуха, алейсалям, были дети, Саам, Хам, Яфид, есть ревая, то, что четвертый сын, который не сел на корабль, его звали Киньан, но это, некоторые ученые говорят, что его имя неизвестно, но суть в том, что он, когда его звал сесть на ковчег, по сути своей, там отец звал своего ребенка, Исмаил, алейсалям, гибели, то есть зарезать, а тут отец зовет его спасти своего сына, Нуха, алейсалям, что говорит? Кааля, булай, что для своего сына говорит? Садись вместе с нами на корабль, спасешься. Его сын что отвечает? Не, я соберусь на гору, Саам, Алейсалям, отвечает, спасет меня от воды, то есть я спасусь. Отец говорит ему Сегодня, сынок, ничего тебя не спасет от доказания Аллаха, лишь тот, кому Аллах проявил свою милость, то есть тот, кто сядет на корабль. Разделил между именем и волна, и он утонул. Теперь вот эти две истории. И это сын пророка, и это сын пророка, правильно? Это вы ответил на призыв Аллаха, на приказ Аллаха, на призыв своего отца? До нашей эры мы до сих пор посвалием Исмаил, алейсалям, каждый, Ибрагим, алейсалям, в каждом своем тахия, когда мы читаем. До сих пор мы его вспоминаем, до сих пор мы сделаем хадж, повторяем то, что они делали. А этот сынок, алейсалям, мы даже его имя толком не знаем, и он в наказании, он в наказании, он будет вечно в аду. Исмаил, алейсалям, в высшем степени охраны. Теперь вот эти две истории, когда мы с вами берем, отсюда, чтобы связать с нашим хаджем, если мы подчиняемся, как подчинился Исмаил, алейсалям. Нас, Аллах Субхан Алисалям, тут сегодня не просит от нас самих людей резать, своих детей резать. Нет, что от нас Аллах Субхан Алисалям просит? Что хочет от нас шариа, что хочет от нас наша религия? Вот из-за этого хаджа, повторять то, что я повторяю, посланник Аллах Субхан Алисалям. Здесь ночевать, здесь ходить в камушки после заваля, бросать. Повторять каждое действие, которое делал пророк Мухаммад Субхан Алисалям. Прям за это тебе еще будет великая награда прощения всех грехов. Уважаемые братья, вот эти вот две истории, мы думаю, каждый из нас прочувствовали через все свое сердце. Ибрагим Алисалям, Исмаил Алисалям, Нуха Алисалям, его сын, то что он не подчинился, хотя его звали на спасение, а здесь, с точки зрения, он думал, его приглашали на гибель, но он подчинился, несмотря на это, полюбил Аллаха Субхан Алисалям больше, почему, потому что они, Ибрагим Алисалям, Исмаил Алисалям, любят и любили больше то, что любит Аллах, нежели то, что любит они бы сами полюбили. Поэтому, если мы с вами будем любить то, что любит Аллах, его посланник, больше, чем то, что мы сами любим. Например, тебе, внутри вас, лучше ночевать, спать в пятизвездочном отеле, подушки и так далее, потом зарезай барашку и так далее. Этот хочет война, но Аллах, посланник Аллаха, хочет, чтобы мы тут ночевали, альхамдуля, все сделали. Потом, Архамду, закончился, аж вернулись домой. Ничего же сложного нет. Тогда и Аллах нас полюбит. Если Аллах полюбит, Джибраил Алисалям, полюбит, Джибраил Алисалям, полюбит, все ангелы нас Аллаха полюбят. Какая это великая милость, какой это великий подарок, Субхан Алисалям. Поэтому мы всегда должны... Если мы хотим преуспеть, мы должны всегда выше ставить своего желания, своей любви, то, что любит Аллах и его посланник. Пусть Аллах, Субхан Алисалям, всех нас полюбит. Пусть Аллах, Субхан Алисалям, также сделает нас и в запятате рая. Прошу Аллах, Субхан Алисалям, чтобы у каждой из нас уже вчера все грехи аннулировались на Арафате, чтобы наша дуа принялась. Чтобы Аллах, Субхан Алисалям, в будущем тоже нас вместе собрал, любящими друг друга ради Аллаха, Субхан Алисалям. И чтобы Аллах, Субхан Алисалям, сделал так, чтобы не только здесь мы... Может быть, мы уже не увидимся в этой дуне, Аллаху Алисалям. Может быть, мы вместе уже так не соберемся. Но братство после хаджа, оно, алхамду ля, всегда близкое, сильное, крепкое. Если я вам нужен буду, вы меня всегда можете найти в мечети на Поклонной горе. Аллахамду ля, я вас всегда встречу, когда в Москву приедете. Иншаллах, вместе проведем время. Поэтому, алхамду ля, если мы вдруг кто-то с кем-то не встретимся в этой дуне, я прошу Аллаха, чтобы так же мы собрались вместе в вечности, в высшей степени рая. И напоследок, чтобы закончить это все, хотел бы напомнить маленький хадис. И я прошу Аллаха, чтобы этому хадису... И сейчас мы все соответствуем. Аминь, скажите все. Посланник Аллаха, Субхан Алисалям, сказал, в судный день два брата зайдут в рай. Будут качаться на качели, друг на друга смотреть. И один другому скажут, отодри я, ухай. Мата, гафар Аллаху лена, уадхал лена, уадхал лена, Знаешь, мой брат, знаешь, ухай, братишка, когда Аллах простил нас и вел нас с тобой в рай, قال... Смотрите, братство их продолжается в раю. Ухай, братишка. Когда мы с тобой были еще в дуне, на таком-то-таком-то мажлисе, на таком-то-таком-то собрании, поминали Аллаха, Субхан Алисалям. Аллах в этот момент посмотрел на нас взглядом довольствия, простил нас и вел нас в рай. Дай Аллах, чтобы сейчас Аллах на нас посмотрел взглядом довольствия, простил нас и записал из числа рай. И никогда больше не гневался на нас. Аль-Хамду-Ллях. И мы, когда мы всегда встречаемся, только в Чайхалит, мы с тобой где встретимся? Только на хаджи. Аль-Хамду-Ллях, мы с вами не встречаемся где-то в харамных местах. Мы встречаемся на благине местах, Аль-Хамду-Ллях. Мы не те друзья, которые друг друга будут покорять в судный день, которые вместе сходили на дискотеки, на харамные вечеринки и так далее. Нет, мы с вами где? В намазе встречаемся, в мечети встречаемся, Аль-Хамду-Ллях. В на хаджи встречаемся. Поэтому, Маша Аллах, Маша Аллах, прошу Аллах, чтобы до судного дня. Также мы встречались сегодня с Баром Калафиком.